Здравствуйте виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Весна очень часто не отличается постоянством и вот даже сейчас 28 апреля, а температурные качели никак не успокоятся. И хотя уже началась вегетация, началось сокодвижение на винограде, набухли и уже пошли в рост почки на лозах. Но температура днем и ночью очень сильно отличается и это не очень хорошо отражается на развитии винограда. Особенно молодых саженцев, которые были посажены только прошлой осенью или даже весной, пару недель назад. И вот саженцы первого, второго года, а иногда и третьего, можно немножко, как говорят, разогнать, то есть ускорить их развитие. И самый простой способ просто на осаженец надеть вот такую 5-6 литровую PET-бутылку без дна и слегка ее присыпать почвой, чтобы не сдуло ветром. Как видите, крышки с этих бутылок сняты, внутри проветривается, но тем не менее, внутри такого парника всегда температура выше, чем температура воздуха снаружи. Да и почва прогревается лучше. То есть вот такой простейший парничок создает более благоприятные условия для развития наших молодых саженцев. Кроме того, вот такое укрытие может защитить при определенных условиях и от заморозков. И давайте посмотрим, как же выглядят все-таки саженцы. Хотя на самом деле это не саженцы, а сеянцы. Так вот, давайте посмотрим, как выглядят сеянцы вот под таким импровизированным укрытием парничком. Вот у нас первый сеянец. Видите, уже довольно большие побеги. Практически выходят первые зеленые листья. И вот еще пара сеянцев. Как видим, развитие ускорилось. И вот на одном из сеянцев я снял колпак из этой пятилитровой бутылки. Ну, вот видим, какие уже довольно большие побеги. А вот несколько сеянцев. Они не были накрыты вот таким импровизированным укрытием. И, как видим, они немножко отстают в росте. То есть, вот таким простым способом можно разогнать, то есть, ускорить в развитии наши саженцы. В моем случае это сеянцы. И кажется, что все просто, но есть несколько моментов, на которые я все-таки хочу обратить ваше внимание. Не нужно слишком рано ставить вот такой парничок. Например, я поставил вот этот парник две недели назад. Тогда температура и так было уже достаточно высокой. Началось сокодвижение, и почки очень сильно опушились. То есть, они и без этого парничка уже практически пошли в рост. То есть, я не форсировал развитие куста очень резко. Я дождался, когда он сам начал развиваться, и просто немного ему помог. Дело в том, что слишком ранняя установка вот такого укрытия нежелательна. Потому что сам по себе апрель месяц непостоянный. И могут быть еще и достаточно низкие температуры. И, например, если поставить такое укрытие в конце марта, в начале апреля, ну, в разных регионах по-разному, то почки вот на таких саженцах уже в середине апреля, а может быть и в первых числах апреля, могут пойти в рост. А в это время возможны довольно низкие температуры. И хотя вот такое укрытие спасает от заморозков, но только от коротковременных. Если будут отрицательные температуры достаточно длительное время, то вот такое укрытие уже не спасет. И, кстати, еще хочу сказать, что вот под таким укрытием у меня зимуют саженцы первого и второго года. Единственное, я использую не целую вот такую 5-6 литровую бутылку, а половинку. И сверху еще насыпаю приблизительно 20-30 сантиметров почвы. И вот в таком виде и саженцы, и однолетние, и даже двухлетние кусты винограда прекрасно зимуют. И, кстати, на экране кадры прошлого года, на которых вы можете увидеть, как я открываю вот как раз такие саженцы, которые зимовали вот под такой пэт-бутылкой, ну и сверху, естественно, еще слой почвы. И вот давайте обратим внимание на мой саженец винограда. В данный момент он у меня зимовал вот под такой пэт-бутылкой, 5-литровой пэт-бутылкой. Приблизительно 4 дня назад я его открыл, вот пэт-бутылку не извлекал, так и оставил. И вот видно даже через это открытое отверстие, что там уже пошли в рост почки. Итак, раскопал я свой саженец. Оказывается, у меня здесь два вот таких побега. Я их рассмотрел. И еще небольшое предупреждение. Не стоит слишком увлекаться вот таким парничком укрытием. Вообще оно рассчитано, что температура воздуха будет не очень высокой. Предположим, плюс 15, плюс 20 градусов. Как только температура воздуха будет 30 и выше, то вот такое укрытие лучше всего снять. И само снятие вот такого укрытия нужно проводить не сразу, а за пару дней немного притяни в молодые побеги. И хотя у меня не было еще случая, что вот после снятия укрытия молодые побеги погибали, но лишняя осторожность все-таки не помешает. И поэтому, если вы хотите разогнать немножко свой молодой куст винограда, заодно защитить его от возможных заморозков, то вот такое укрытие подойдет лучше всего. Ну и как обычно, кто-то скажет, а зачем столько хлопот, обойдусь и без такого укрытия. Но здесь, как говорят, на любителя. И как я уже говорил, это у меня не саженцы, а сеянцы прошлого года. А значит, процесс пошел. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.